Всем привет! Я немного объясню, почему вчера был такой большой проигрыш. По-моему, минус 27 процентов, или минус 29. Личем у меня за, наверное, лет за 20 такого не было. Чтобы все матчи так сыграли. Ну, давайте все-таки по порядку. Начнем с матча Крыльев Советов Арсенал. Слушайте, наверное, это самый такой ненадежный матч, в котором у меня были сомнения. Потому что, ну, это российский чемпионат, там мало забивают. Арсенал не такая слабая команда, в принципе. Крылья Сержера должны были забивать, но не забили. Такой вариант, вот этот матч, в котором у меня были сомнения. Если у меня были сомнения, я оставил всего 1000 рублей, по-моему, 4 или 5 процентов все оставило. То есть у меня были сомнения. Вот, это вот ППУ до этого матча. Теперь далее идем. Далее у нас идет матч Крыльс Руи. Времени со Сан-Паули. Дюйсбург. Это вот вторая Бундеслига. Я вообще не понимаю, что там произошло. Почему счет 0-0? Для меня это... По статистике, два матча подряд эти команды Сан-Паули не забил вообще голову. То есть, или третий матч подряд не забивает голову. Для Германии это вообще нонсенс. При этом, в этот день, в этот турбундеслиг, этот матч и еще один. То есть, одновременно игрались два матча. И эти два матча оба закончились со счетом 0-0. По сути, это нонсенс. В принципе, для Германии. Два единственных матча в турбундеслиг, и закончились со счетом 0-0. Причем, во втором матче, который с нами шел, там на 90-минуте хозяева били пенальти. И они его не забили еще за конец. Ну, знаете, как это? Мне кольно про анекдот, про судьбу. Он говорит, ну, не судьба. Для меня это непонятно все равно. Я считаю, что эта ставка была правильной. Все по статистике. Лидеры играют с аутсайдером. Два матча подряд не забивали, не должны забить. Почему не забили? Хуй, знаю. Причем, я посмотрел статистику, там один или два удара в створ было. Ну, для меня это, конечно, такая нонсенс результат этого матча. Так, ну, идем дальше. Будет там две мелкие ставки, осталось по 2% и 4% на то, что был больше в баскетбольном матче ЦСКА. И кто там был? ЦСКА и Химки, да? И то, что Швед забьет, наберет более 31 балла. То есть там ассисты, очки и подбор. И все, в принципе, нормально было. После перерыва он набрал 17 очков, после третьей четверти он набрал 2-4 очка. А в конце третьей четверти тренер этот пидорасин, блядь, его просто заменил. И в четвертый просто не выпустил. По какой причине, я не понимаю. Но я предполагаю с долей вероятности, что он просто тренер ставил против Шведа. То есть там не предполагало ничего, чтобы Швед не выходил. Ничего не предполагало. Большой, можно было зацепиться за игру. То есть там 10 очков было, трех всего. Там было, чтобы Швед выходил и пулял в свои трехи. А этот пидорас, блядь, тренер, этот лысый гандон, блядь, просто взял его и не выпустил, блядь. То есть это вообще, блядь, какой-то... Ставка-то правильная была. Почему он его не выпустил? Все понятно. Непонятно просто. Ну ладно, сотал больше, ладно, не пошел. Не пошел бросок, хуй с ним. Теперь, ну и теперь к последнему матчу это вот... Олимпиакос, Жальгерис. Ну пиздец, конечно. Вообще нет слов. Вообще нет слов. Это же настолько железный матч был. Взяли, слили, блядь. Непонятно. Они причем вели, двух свою. Сначала вели, то в 7 очков. Потом слив, 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 слив. В последней четверти они вели 2 очка, потом слили, блядь, пидорасы. О, ну что я могу сказать? Ничего страшного, ребят. Это яду, я вам считаю. Это будет самый худший день в этом году. Худший дня не будет. Я вам всем рекомендую не сдаваться. Да не то, что сдаваться. Просто ставить ставки, которые я сегодня буду говорить. Мы выйдем в плюс. Мы будем в хорошем плюсе. Все равно по итогам месяца 50-100%. Вот. Поэтому не расстраивайтесь. Только строго ставьте ставки, которую я говорю. Ну и в завершении, к дополнению, я еще раз повторяю. Если у вас день заканчивается прибылью, то с каким-то плюсом, то просто оставляйте 30% выигрыша. То есть этой прибыли к тебе резервным фондом. В общем, я оставляю постоянно деньги в резервный фонд. Но ночью я после проигрышей просто делал деньги из резервного фонда. Сейчас денег из резервного фонда. Обязательно оставляйте деньги в резервный фонд. 30% прибыли вы отправляете в резервный фонд. Все. Всем пока. Не расстраивайтесь. Все будет хорошо. А сегодня будет хороший день. Надеюсь. Будет хороший.